Судьба еще одного знакового для города-объекта Ярославского музея-заповедника решалась в его же стенах. Круглый стол о перспективах развития по сути посвящен одной теме. Как передать Кремль церкви, сохранив при этом музейные и культурные ценности. Через 5-6 лет эта территория станет собственностью Ярославской епархии, как это было до 1918 года. Правда, на сегодняшний день неизвестно, куда именно съедет музей-заповедник и стен Спаса Преображенского монастыря. Все варианты связаны с большим объемом средств финансовых, которых сейчас в настоящее время, вот просто, чтобы они лежали и нас с вами ждали, их, конечно, вот так нет реально. Поэтому мы сейчас и прописываем очень детальные планы постепенного вывода, постепенного перехода. Такая же ситуация почти со всеми крупными областными музеями, поскольку и в Угличе, и в Переславле экспозиции и фонды занимают культовые здания, а строительство новых помещений требует времени и денег, которые в бюджете не заложены. Новый Иерусалимский музей в Подмосковье 10 лет ждал переселения в новое здание и параллельно перестраивал концепцию. Но, как говорят специалисты, истории с переселением могут иметь и не такой счастливый финал. Есть история, вам известная наверняка, Костромская, где музей выехал тоже из монастыря и слился с художественным музеем. И я думаю, что это не самая лучшая модель, так сказать, уплотнения двух музеев на одной территории. Закон о передаче церковного имущества вышел в 2010 году, назначенный срок окончания 2018-й. Музейщики давно его обсуждают и не напрасно сетуют, что законодательной базы для охраны передаваемых объектов нет, кто и как будет контролировать и отвечать за сохранность культурного наследия. Не надо забывать, что исторический центр Ярославля входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Начиная с 50-х годов, в особенности, была проделана колоссальная работа по возрождению построек монастыря. Очень много было выполнено реставрационных работ. Но следует отметить, что ряд проблем и очень серьезных проблем все еще остаются. Речь идет о памятниках, о коллекции музеев, принадлежат Музейному фонду Российского государства, и о них речь не идет. Зал классика тоже уйдет в прошлое. Церковь Ярославских чудотворцев станет главным храмом монастыря, поскольку Спасо-Преображенский собор с фресками XVI века будут использовать в щадящем режиме. Состояние монастырских построек не образцовое. Стенам, башням и церквям требуется очень тщательный уход.